Дорогие друзья, приветствую вас! Во имя Иисуса Христа я поздравляю с этим светлым праздником Пасхой. Христос воскрес, воистину воскрес. Нету никакого сомнения, потому что Он изменил наши жизни. Вот почему Он воскрес. Не потому что мы так знаем и мы так научены, а потому что Он воскрес в нашей жизни. Аллилуйя! Прежде чем я буду проповедовать, я хочу направить всю нашу жизнь, все наше внимание на то, чтобы приобрести Иисуса Христа в нашей жизни. Знаете, иногда мы ставим цель купить машину. Мы откладываем, и мы все, что думаем, все наши мысли, все они о машине. Или там еще куда-то, поездка там, или одежда какая-то, или что-то еще, купить что-то надо домой. И знаете, мы все цель, мы все наши мысли, все ресурсы, все наше внимание откладываем, вот, знаете, направляем на это. Дорогие друзья, мы не должны быть относиться к этим глупым девам, но к разумным, как Иисус говорил. Чтобы мы оказались в этот день, в день, в который мы даже сами не знаем, придет Иисус Христос. Чтобы мы оказались разумными девами. Чтобы в этот момент, когда нас застанет, может быть, это внезапно, чтобы мы оказались готовыми. Чтобы когда мы услышим крик, жених идет, чтобы мы что сделали? Поправили свои светильники. И чтобы, знаете, в темноте Иисус увидел. А, горит, горит, горит. Так, идем, 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 идем. Где не горит, не идем. Пусть ты будешь тем, кто будет гореть, как самолет в ночи. Он садится на огни. Он видит посадочные огни. И он туда именно приземляется. Будь посадочными огнями. И знаешь что? Сделай так, чтобы за всю жизнь ты занимался тем, что ты приобретаешь Христа. Мы думаем, что раз мы приняли Христа, все, все закончено. Больше ничего не надо. Я же принял Христа, все. Нет, Павел говорил, я стремлюсь к цели. Я приобретаю Христа. Я оставил все ради Него. Все почитать за ссор, чтобы приобрести Христа. Оказывается, то, что было в день покаяния, это было знакомство. Это было детское рождение, скажем. Но есть еще взрослая жизнь. И есть взрослые взаимоотношения. И именно их хочет Бог. Понимаете? Зрелых отношений с человеком. И пусть окажется так, что все мы однажды в жизни потеряем все. Друзья, это факт. Это мы все к этому стремимся. Мы однажды... Произойдет такой момент, когда мы все в один момент потеряем. И знаете, пусть в этот момент окажется так, что мы сохранили Христа. Что вот мы все потеряли. Даже тело физическое потеряли. Родных потеряли. Все физическое потеряли. А Иисус остался внутри нас. Пусть вот так вот произойдет. Аминь. Итак, проповедь будет называться Цель Пасхи. Мы все поздравляем в этот день, в этот светлый праздник. Я бы сказал, что это даже не просто праздник. Это целое событие. Это событие мирового масштаба. Это событие, без которого ни один человек не имел бы жизнь, а имел бы боль и страдания вечные. Это то, что позволило нам теперь рассчитывать на хорошую жизнь, на счастливую жизнь с Богом. Это именно то, что произошло со стороны Бога. Итак, цель Пасхи является спасение человека. Второе. Возвращение домой. И третье. Дружба с Богом. Друзья, мы все помним, что в Едемском саду человек дружил с Богом. Бог приходил к нему и общался с ним. Это как друзья встречаются. И что? Какое удовольствие получают друзья? Какое? То, что они общаются. Ты можешь покушать, но это всего лишь 15 минут. Ты покушал, твое удовольствие закончилось. Ты теперь сытый. Что тебе хочется? Тебе хочется общаться. Спросите у Бога, он сытый? Он сытый. Бог не может быть голодным, потому что ему не надо кушать для того, чтобы жить. Но спросите, что ему не хватает? А он вам скажет. У Бога тоже есть нужды. И знаете, какие нужды? Общение с нами. Вот что произошло на кресте на Голговском 2000 лет назад. Иисус, Сын Бога Живого, примирил нас. Вы знаете, что в Едемском саду человек согрешил и пошел против Бога. Знаете, человек не просто сделал ошибку. Человек, Адам и Ева, сознательно перешли на сторону дьявола, Люцифера, на сторону змея. Сознательно. Потому что, когда мы принимаем информацию, которую нам предлагает дьявол, значит, мы начнем действовать по инструкциям, которые он нам предложил. И он стал клеветать на Бога. И Ева это приняла за чистоту. Она приняла это за истину. Он сказал, что Бог боится, что если вы съедите этот запретный плод, вы станете как он. А Бог не боялся. Иначе, если бы он боялся, он бы там сигнализацию поставил бы. Колючую проволоку под напряжением. Дотронешься, убьет током. Или ударит очень сильно. Нет. Бог хочет искренних, истинных, чистых отношений и чистой любви к Нему. Итак, мы рассмотрели. Первое. Спасение человека. Как можно спасти человека? Не бывает прощения без пролития крови. Не бывает. Итак, Бог не мог просто сказать человеку, человек, каешься ты или нет, я тебя прощаю. Нет. Должен был быть кто-то наказан. Таковы требования, такова справедливость. За то, что было совершено преступление, кто-то должен быть наказан. Вы представьте себе. Иисус ответил за всех нас. За все наши преступления. И самый великий грешник, который был за всю историю человечества, это сам Бог. Сам Иисус Христос. Потому что на кресте Он принял все наши грехи, и все беззакония, и все проклятия. И Бог отвернулся от него. Бог отвернулся от Сына Своего. И Иисусу стало еще хуже, чем Ему было. И Он заорал, «Зачем, Отец, Ты оставил Меня? Зачем Ты оставил Меня? Почему Ты оставил Меня? Мне больно». Это говорит о том, что Иисус стал грешником. Он стал не просто грешником, хотя Он никогда не грешил. Я поясню. Может быть, это режет слух, чтобы нам понять. Знаете, как происходит в жизни человека? Человек делает грех. То, что ему приносит, скажем, какое-то временное удовольствие. Человек бы не делал бы грех, если бы оно не приносило удовольствие. То есть человек, делая грех, получает удовольствие, а потом ему приходит счет. Расплатитесь. И он расплачивается за это. Возмездие за грех есть смерть. Так вот, с Иисусом, вот с нами так было. Мы делали грех, потом расплачивались. А с Иисусом Он не делал грех, но расплачивался. Удовольствия греховных Иисус никогда не переживал. Он не грешил никогда, и Он не знает, что такое грешить. Но Он стал именно... Он получил возмездие за грех. Он пережил вторую часть. Как римлянам 3.23 говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 6.23 говорится, что дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Аллилуйя! Итак, Иисус взял грехи всего мира. Пасха – это тот пасхальный агнец, который должен был быть наказан, как в Египте. И мы видим, что раньше Египта это было в жизни первых двух рожденных детей, Авеля и Каина, когда они принесли жертву. Один принес жертву, принес ягненка, и была пролита кровь. Это символ того, что кровь покрывает грех Авеля. И Бог это принял, потому что это был прообраз Иисуса Христа. Но когда Каин принес от земли, я не знаю, картошку, морковку, что он принес, Бог в этом не видит сына своего. Он не видит, что это наказание за грех. Что ты мне принес? Это вообще здесь не относится, никакого отношения к грехам не имеет. Это морковь. И поэтому должна была быть пролита кровь невинная. Понимаете? И первый, кто принес жертву, это был сам Бог. Он сшил одежды кожаные. Он убил этого Агнца. Он показал пример, что однажды будет спасение. Однажды Иисус Христос будет заклан за нас. 1 Коринфянам 5,7. И так очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы безквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Кто-то думает, что Пасха это булочка. Это не булочка, это Агнец. Ибо Пасха наша, что есть наша Пасха? Это Христос заклан за нас. Вот. Все прообразы указывали на Христа, и пришел сам Иисус Христос, сам Агнец Божий, и пострадал за всех людей. Пасха переводится от еврейского слова Песах. Прохождение мимо. В тот день, в ту ночь, когда израильский народ выходил из Египта, Бог дал повеление. Это была последняя казнь. Он сказал, что в эту ночь ангел смерти пройдет по всему Египту и убьет каждого первенца в семье. Или это взрослый, или это ребенок, или это даже животные. Все первенцы будут убиты. Но там не будет смерти, где есть кровь пасхального Агнца. Именно того Агнца, которого Бог предусмотрел. И поэтому Он дал поручение, дал своему народу. И Он сказал, что возьмите ягненка, возьмите эту овечку, этого барашка, закалите его, и возьмите, используйте его кровь. Используйте помашки, косяки дверей ваших домов и оставайтесь внутри. Оставайтесь внутри, чтобы когда ангел смерти будет проходить, он шутить не будет. Он не будет с тобой говорить, быстрее, быстрее, домой забегай. Сейчас убью иначе. Нет. Он просто, он поражал, ему дан был приказ убивать. Поэтому не заигрывай. Не заигрывай с кровью Иисуса Христа, она способна тебе дать жизнь, подарить жизнь. И когда смерть, когда дьявол подходит к тебе, он не может тебя тронуть. Почему? На тебе кровь Иисуса Христа. Вот что означал пасхальный агнец. Спасение в день, в ночь, в тот момент, когда смерть будет косить всех, она не сможет к тебе прикоснуться. Почему? На тебе кровь Иисуса Христа. Ты принял его, ты признал его своим Господом и Спасителем. Поэтому смерть проходит мимо. Она проходит мимо, но где-то она останавливается и делает свое зло, убивает. Поэтому сегодня Бог обращается к каждому человеку, что смерть, она не удалена с земли. Она продолжает забирать жизни. И мы слышим эти катастрофы, которые происходят сегодня по всей земле. И люди, они от ужаса охают, ахают. Они говорят, как это так может быть? Знай, что это было вчера. Сегодня ты умрешь. Завтра ты умрешь. Кто-то будет умирать послезавтра. Мы не должны думать, как же так, такая трагедия постигла. Ты не знаешь, что через неделю тебя постигнет. Поэтому тебе нужно застраховать свою жизнь на сто процентов. И страховка это кровь Иисуса Христа. Твоя страховка это вера в Иисуса Христа. Я скажу так, это с этой земли, земного шара, нету выхода, как только один. Это Иисус Христос. Нету ни одного выхода. Ты будешь искать дверь. Ты можешь потерять всю свою жизнь, растратить ее на ерунду, но так и не найти выход. Иисус сказал, я дверь. Кто войдет мною, тот будет спасен. Нету другого выхода, как кроме Иисуса Христа. Ты можешь пробовать, ты можешь не соглашаться, ты можешь говорить, что много богов. Нету богов. Есть идолы. И они ничто в этом мире. Есть только один живой Бог. Его имя Иисус Христос. Нам дано это спасительное имя. И в деяниях написано, что нет другого имени под небом, через которое надлежало бы человеку спастись. Кто-то говорит, что можно спастись через добрые дела. Нельзя спастись через добрые дела. Нельзя, нельзя, нельзя. И еще раз скажу, нельзя спастись через добрые дела. Кто еще обманывает себя самого, опутывает. Спастись можно только через Иисуса Христа. Нам повезло, друзья, что мы сегодня слышим эту пасхальную проповедь. Мы слышим информацию, которая нас спасает. Представьте, если бы в израильском народе никто не погиб в ту ночь, когда смерть проходила мимо и убивала всех первенцев, от человека до скота. В израильском народе никто не погиб. Почему? А они приняли эту информацию серьезно. Понимаете? А многие сегодня играют с этой информацией, они ее откладывают, они думают, что они могут жить вечно на этой земле. Ты не можешь жить вечно на этой земле. Твои дни сокращаются, они убывают, они как песочные часы, ты на них смотришь, ты говоришь, Боже мой, куда делись мои 40 лет? Куда они делись? Куда делись 60 лет? Куда они делись? Я вчера родился, вчера еще пешком бегал под стол и под стульями лазил даже. И сегодня я уже понимаю, что основная жизнь прожита, земная. Поэтому в израильском народе не погиб никто. Никто. Был плач, был ужас, столько крови было пролито. Почему? У них не было той информации спасительной. Это было наказание для них. А для нас сегодня, понимаете, звучит эта вещь, для каждого человека звучит эта информация. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Как я имею мир с Богом, если вся моя жизнь это бунт против Бога? Каждый мой грех, мои мысли. Знаете, главный грех человека, из-за чего человек идет в ад, это неверие в Иисуса Христа. Это самое основное преступление. Это самое главное преступление, за которое человек идет в погибель, не идет на небеса. То есть, что значит неверие? Не просто я не верю в Иисуса. Нет. Это означает, что у него нет информации о вечной жизни. У него нет информации, и он живет без этой информации, живет беспечно. Все, о чем он думает, это только о земном. И вот это есть грех. Грех. И в тот момент, когда мы принимаем эту информацию спасительную, что Иисус на кресте умер за мои грехи, за мои болезни, за мои проклятия, и воскрес, чтобы меня оправдать. И не просто оправдать один раз, а каждый день оправдывать. Мы сейчас это будем рассматривать. То это счастье, что нас достигла эта информация. Дорогие друзья, я мало вас о чем прошу. Сейчас я вас попрошу об очень важном поручении. Пожалуйста. Я знаю, что большинство эту передачу «Вера в действие» смотрят верующие. И у меня есть как бы ответственность, которую я хотел бы разделить с вами. Расскажите другим людям, расскажите неверующим вокруг вас, что есть это спасение, что их ждет Иисус Христос. И если они вас зовут, то к Нему они будут спасены. Поделитесь благой вестью со своими близкими, со своими родными, кто еще не с Богом. Или хотя бы начинайте молиться за людей. Сделайте список и запишите туда неверующих людей. Неверующих людей, кто еще не имеет спасения. Друзья, с этой земли никто никуда не исчезнет. Люди идут только в два места. Это есть небеса, это рай. Это как Иисус сказал грешнику, распятому рядом с ним, сегодня же будешь со мною в раю. Иисус сам говорил, что есть рай, и он там, он там. Он сказал, со мною в раю, я тоже буду в раю, и вместе с тобою. И другое, есть ад. Есть ад, есть место, где человек будет мучиться во веки веков. Поэтому давайте отнесемся к этой ответственности серьезно. И расскажем максимально, максимально применим свои силы, все свои ресурсы, для того, чтобы рассказать людям эту информацию. Человек спасается благодаря информации. Вера приходит от информации. Он слышит Слово Божье. А если он не услышит Слово Божье, у него не будет веры. А как Божье Слово он услышит? Через твои уста. Ты будешь говорить, цитировать ему местописание, и Бог будет действовать. Бог действует на оставание Своего Слова. Бог будет подтверждать Своего Слова. Поэтому я прошу вас, и я верю, что вас сам Бог просит, чтобы мы поделились этой информацией с другими людьми, и чтобы другие люди, никто не погиб. Иоанна 3,16. Давайте мы прочитаем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Писание говорит, что Бог сам как бы запланировал, сделал свой план для человечества. И Он не планировал так, процентуально где-то процентов 70-80, я хочу спасти. Нет, когда Бог этот план задумал спасение человечества, то Он представлял каждого человека, каждого человека, рожденного на этой земле, Он хотел видеть у себя на небесах. И Он продолжает это хотеть, чтобы всякие верующие в Него, если ты поверишь в Него, в Иисуса Христа, в Сына Божия, ты не погибнешь, но будешь иметь жизнь вечную. 17 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Если бы мы были на месте Бога, то мы послали бы Своего Сына судить мир, наказать мир. Понимаете? Потому что нам надоело все, все беззакония, коррупция. Знаете, кажется, что вообще правды на земле нет. Нет. Но Бог любит этот мир. Бог любит не просто мир, абстрактно, знаете, понятия. Это говорится о том, что Он любит каждого человека, даже тех, кто живет без Него. Он их считает больными. И Он говорит, что больные нуждаются во враче. То есть, когда человек грешный, для Бога это как больной человек. Его нельзя толкнуть. Его надо исцелить. Ему надо помочь. Ему надо избавиться от греха. Поэтому написано, что придите ко мне, все отрождающиеся и обремененные, я успокою вас. Все, все придите. Бог открыт сегодня для всех. Понятно, что не все выберут Его. Но информация выходит в массы, выходит в разные страны, чтобы там люди спаслись. Бог хочет увидеть спасенных людей, за которых Он страдал. Вряд ли мы бы за кого-то умирали, еще и за неблагодарных. Вы знаете, людям было вообще все равно, что Иисус делает. В то время. Мы говорим, о, нам бы в то время. Людям было вообще все равно, что Иисус делает. Умирает на кресте. Они не понимали, зачем Он умирает. Как Исаия говорит, а мы думали, Он был поражаем, наказуем, и уничижен Богом. Ты неправильно думаешь. Иисус умирал за тебя. Ты главная причина Пасхи. Ты. Бог заколол Сына Своего, Агнца Своего, из-за тебя, из-за меня. Единственный выход с этой земли, это правильный выход. Вот из вашей квартиры есть один выход. Основные вот, сколько мы знаем квартир, сейчас разные квартиры есть. По несколько выходов там. Или дома, которые там несколько тоже выходов. Но обычно в доме есть один вход, да, выход. А остальные это окна. Но никто же в окна не выходит, правильно? Когда мы выходим, мы входим в дом, мы выходим из двери. Закрываем, открываем ее. Так же и здесь. Никто не будет в эти окна выпрыгивать, земного шара. Даже если ты возьмешь и улетишь в космос, скажешь, а я же не на земле, все равно ты, тебя ангелы оттуда найдут в космосе и приведут в ад, если ты грешный. Если ты грешный, это ты виноват. Бог не виноват в том, что ты грешный. Ты сделал грех, ты отвечать будешь за него. Но сегодня радостная весть звучит в том, что Иисус все-таки отвечает за твои грехи. Он берет ответственность за твои грехи. Вот в чем любовь Бога. Ты грешишь, а Он отвечает. И Он тебя повторяет. Не надо больше грешить. Ты опять грешишь. Ты говоришь Богу, да зачем мне грешить, Бог? Я вообще не буду больше грешить. Опять согрешил. Тебе Иисус опять говорит, не надо тебе грешить. Плохо это для тебя. Но я пойду платить снова за тебя. Ты говоришь, да Боже, я просто тебе там, начинаешь обещать, не буду больше грешить. Опять грешишь. Да Бог знает, что это будет до конца так. Бог на нас не смотрит физическими глазами. Ты еще не можешь отойти от греха, который ты сделал. А Он такой, ты оправдан. И нам нужно благодать принимать. Она благодать не дана для того, чтобы нам грешить. И неправильно это, если мы теперь будем использовать и пользоваться кровью Иисуса. Я буду грешить, но всегда буду иметь при себе кровь. Ты грешишь, узнаешь. Сейчас душ включу. Такой согрешил, и быстрей души. Иисус, прости меня за мои грехи. Все. Пойми, что ты будешь попасть в ловушку через это. И твое сердце может стать черством. И ты уже не сможешь простить, просить прощения. И ты даже не сможешь принять потом прощение, как это сделал Иуда Искариот. Он не принял прощение, любовь. Хотя мог это сделать. Мог это сделать. Он не сделал хуже греха, чем сделал это апостол Петр. Он не сделал. Петр хуже сделал. Петр отрекся от Иисуса. Он говорил, да клянусь вам, не знаю какого Иисуса. Что вы ко мне пристали? Что вы слушаете эту служанку? Не слушайте эту женщину. Она вообще сама не понимает, что говорит. Вот так Петр отмазывался от Иисуса. Понимаете? Когда взглянул на него Иисус, то Петр заплакал. Вышел и покаялся. Принял любовь Божию, принял прощение. Ему Иисус что, напоминал это на вечере? Он говорил, Петр, посмотри мне в глаза. Какая же ты все-таки свинья? Ну, я прощаю тебя. Нет. Он вообще этого не говорил. Он не укорял ни разу, ни разу не напомнил, что Петр предал. Он просто сказал, Петр, ты любишь меня? Говорит, люблю. Все. Ты в команде, я тебе доверяю церковь. День Пятидесятницы, ты в главной роли после Духа Святого. Все. Понимаете? А Петр говорит, да я не достоин. Вот Иуда лучше меня. И он в аду сейчас. Вы просто поймите, что когда мы грешим, мы можем зайти так далеко, что ты не примешь любовь Божию. Что ты произведешь самосуд над собой. То, что сделал Иуда Искариот, ученик Иисуса Христа. Иисус тут ни при чем. Это Иуда виноват, что он не дал Божьему прощению коснуться его сердца. Он сказал так, это несправедливо, это нечестно, я предал Иисуса. Я предал кровь невинную. Он пришел, шваранул эти деньги к священникам и сказал, предал кровь невинную. А они, а что нам до этого? Им было вообще все равно, что они были в сговоре с дьяволом, со тьмой. Итак, через Пасху мы видим любовь Бога к человеку. Кровь. Самое главное в Пасхе это кровь и Агнса. Это кровь Иисуса Христа. Именно она делает нас совершенными. Она очищает. Она открывает нам. Написано через кровь Иисуса, через завесу. Мы входим во святое святых путем новым и живым. Через что? Через кровь. В Пасхе самое главное это кровь. И с нашей стороны самое главное как уже с человеческой стороны это вера. вера в эту информацию вера в Иисуса Христа что Он за нас заплатил. Он заплатил. Я беру свое прощение. Я живу дальше. А дальше мне нужно верить что Иисус ходатайствует перед Богом перед Отцом за мою жизнь. Он продолжает Он не бросил меня. Если бы Он оставил меня я бы согрешил и снова провалился бы. И все. Если бы Иисус отдыхал на небе. Нет. Он за каждого из нас ходатайствует. Пусть в этот день твое сердце и твое уста призовут Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя. Прими жертву Иисуса Христа. Прими любовь Бога Отца. Прими Иисуса Христа в свое сердце. И пусть смерть она всегда будет видеть на тебе кровь Иисуса и будет проходить мимо. Пусть Пасха будет в твоей жизни каждый день. Смерть будет проходить мимо тебя. И ты никогда не умрешь. Ты перейдешь от смерти в жизнь. Ты перейдешь от физического существования в духовное существование. Но ты никогда не умрешь. Потому что возмездие за грех смерть а дар Божий жизнь вечна во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Грехи Грехи Грехи